Аллилуйя! Мир! Он говорит, мир мой даю вам! Да не смущается сердце ваше, не тот мир, который дает этот мир, нет! Я мир мой даю вам! Когда я решила, думаю, буду проповедовать о мире, думаю, Господи, о чем говорить? Думаю, так как же о чем? О мире внутри меня, о мире внутри вас, который нам дал Бог. Понимаете, мир, он сегодня малейшее какое-то сопротивление. Да не только мир, и мы с вами иногда так поступаем, как только атака какая-то приходит, или неразбериха какая-то приходит вокруг нас. А Бог говорит, мир мой, мир мой, скажите, мир мой дал вам. Да не смущается ваше сердце, мир мой внутри вас. Садитесь, пожалуйста. Мир мой! Ой, как приятно, когда ты тут стоишь и играешь. Мир мой! Скажите, мир! Мир! Представьте, это настоящее богатство. Дано нам, Богом, и это несметное богатство под названием мир есть внутри каждого из нас. Аллилуйя! Не то, что он дал, когда-то, он уже дал мир внутри тебя. Это и есть тот самый стержень, который будет держать тебя рядом с Богом. Это есть тот самый стержень, если ты будешь верить, что этот мир внутри тебя, тебя ни огонь не попалит, тебя воды не захлестнут. Ты не утонешь и ты не умрешь, и ты не отравишься, и ты не сгоришь. Почему? Это упование, это вера. Мир приносит Иисус внутри меня. Аллилуйя! И ты видишь, все шумит. У тебя голова на месте. Я стою, когда упала, и я встаю, думаю, Господи, это только ты мог. Там оставались миллиметры, чтобы я не ударилась головой в батарею. Думаю, если бы я грохнулась еще головой, думаю, это было бы все. Ну, Бог даже это оградил. И я стою, говорю, да, сатана, ты умеешь кусать меня за пятки, но ты не сможешь ничего изменить. Ты ничего не можешь изменить. Ты не сможешь изменить предназначенное Богом. И я говорю, дьявол, я еще не собираюсь на тот свет. Я еще не сделала то, что я должна была сделать. Аллилуйя! Я еще только начинаю включать скорость. Эта скорость вторая. Половина моей жизни. Я только начинаю. Я только начинаю фокусировать. Я только, представьте себе, начинаю сейчас видеть, в каком направлении я должна двинуться сегодня. И я говорю, дьявол, у тебя не получится. Не получится. Все, что хочет сделать сатана, он хочет твое воображение сбросить просто с цели, которую Бог дал тебе, чтобы увлечь тебя и разбить тебя там, когда ты будешь влеком им. Вы слышите меня? И там он просто будет тебя добивать, как Амалик добивал еврейский народ. Вот это хочет делать сатана. Он хочет запутать тебя. Скажи, нет, это не получится. Не получится. Уже не получится. Я имею мир. Внутри меня есть мир. Люди, никто не может ничего с ним сделать, главное. Никто не может украсть и забрать. Никто не сможет это нарушить. Мир от Бога. Ты упал. Раньше ты бы задавал вопрос. Господи, ну я же служитель твой. Помазанник такой несчастный. Ну как же так происходит? Ну почему я вот растянулась? Ну почему? Да, раньше я так делала. Ну почему со мной это происходит? Ну я же молюсь на языках каждое утро. Ну я читаю Библию каждый день, Господи, вот опять, вот опять. Ну почему, ну почему? До тех пор, пока мы задаем слова, ну почему мы будем через это проходить. Но когда мы говорим, нет, со мной ничего не произойдет. Да, дьявол еще придет испытать. Но твердо ли ты уже убедился в этом? И когда он увидит, что да, твердо, ему ничего не остается делать, как только завернуть свое, вас не уйдет. Аллилуйя! Бог со мной. Лида, я не умру, я буду жить. Знаешь, сколько работы? А дьявол так хочет. А дьяволу так хочется нарисовать другую картинку. Нет. Нам надо столько много сделать. Повернись к соседу, скажи. Никто тебя не остановит. Перестань ныть. Перестань смотреть по сторонам. Хватит уже. Не растрачивай свою жизнь на безделушке. Давай, собирайся, скажи. Исполняй волю Божью. Назначимую для тебя Богом самим. В этом есть удовлетворение. В этом есть счастье. В этом есть удовольствие. Только с ним. Только в его воле. Вот где есть счастье! Аллилуйя! Мир мой даю вам. Мир мой даю вам. Мир мой даю вам. Иисус, уходя, сказал. Мир мой дам вам. Даю вам. Скажи, Иисус, я беру этот мир. Я беру этот мир. Это глубокая уверенность внутри. Что да, тебе больно. Да, физически может быть больно. Вот почему мы не один и рассимов. Понимаете? Я вам говорю сейчас попереду. Я только подумала проповедовать эту проповедь. О мире Божьем, который правда. У меня как будто ад проснулся в сторону. Укро ужас. Знаете, у меня бывает так. Если я готовлю проповедь, я ее могу проживать или после того, как попроповедовала. Или я эту же проповедь проживаю еще до проповеди. Но все равно я через это пройду, о чем я намерена говорить, если я не проходила. И на самом деле Бог показал, насколько уровень веры моей. Он показал, сколько. О, вы не представляете. Как будто ад проснулся в сторону. Это жуть какая-то. Я прихожу, мы завтракаем. Вдруг перестаем понимать друг друга совершенно. Вот как будто сатана пришел, навонял, и ты ничего не совершаешь вообще. Думаю, господи, откуда? Думаю, как? Сначала думаю, почему это происходит? Я бросила вилку, ложку. Бросила все за столом. Развернулась и пошла в свою комнату. И мне на память приходит мое, мое раньше, как я это побеждала. Знаете? Раньше бы я уже сказала своему мужу, все, воскресенье проповедовать не буду. Ищи себе замену. Все, хватит. Я это бы одно сделала. Второе. Как бы я могла поступить, закрыться в своей комнате, взять полотенце и рыдать. И плакать до тех пор, пока муж не придет и не скажет, Родик, ну прости меня, долагай. Ну прости, я виновата. И это действовало. В этот раз я пришла, у меня есть такое исцелительное бревно, на которое я ложусь вот тыльной головой, тыльной стороной головы. Я легла, чтобы у меня хорошо мне было. Положила рядом с собой полотенечко на всякий случай. И лежу. Думаю, что-то не плачется, не пойму. Думаю, а где же слезы? Ой, тебя опять не поняли. Я сама себя начинаю заставлять возвращать себя к прежнему. В раньше, в прошлое время. Вы слышите, о чем я говорю? И пыжусь, 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 пыжусь. Оно не пыжится, понимаете? Думаю, о-о-о. Что-то не получается даже заплакать. И я лежу, молюсь на языках. Аллилуйя. И у меня какой-то внутри. Я пережила этот внутренний мир. Вы понимаете? О, это стержень. Почему я назвала? Он стержень внутри меня. Обо что бьются в черте. И они не достать не могут его. Понимаете? Он внутри. И никто не может его ни ударить, ни укусить. Ничего не может сделать. И мне как стало свишло. Я хохочу. Мой муж приходит родненько. Прости меня. И он так на меня смотрит. Я говорю, что нормально? И он ждет, что я сейчас скажу. Я завтра проповедовать не буду. Сам разбирайся со своими служениями. А этого не произошло. И я смотрю, говорю, дьявол, вот тебе. Ничего у тебя не произойдет. Все. Выкуси. Вы понимаете или нет? И ты стоишь. Боже, какое торжество внутри. Вы не представляете. Я встала, спустилась вниз сразу же. Пришла, села, позавтракала молча. Хожу. Мой так заглядывает мне в глазки. Что же там происходит? А я как вообще отмороженная. Понимаете? Хожу. Мне классно. Мне круто. Я говорю, родненьки, да расслабься. Аллилуйя. Иисус живой. Иисус Господь. Он. О-о-о-о. Вы понимаете, о чем я говорю? Иисус мне говорит, вот что делает мой мир. Это мой мир. Внешние обстоятельства. Возможно, будут просто гореть. Понимаете, вокруг. Эмоции могут захлестывать. Голова дымится. Да ты пойди вот это сделай. Да ты сейчас скажи. Да ты дай. Да заткнись, говорю, мозги. Да зауспокойтесь в конце концов. А внутри мир. А внутри. Да пойди скажи ему. Да-да-да-да. А внутри мир. Думает, а что мне издеваться над самой собой? Мне даже лень туда спускаться вниз. Зачем? Все хорошо. Иисус дающий мир. Мир. Настоящий мир. Неподельный мир. Мир, который вообще мир этот. Даже он хотел бы это иметь. Богатства много. Вот недавно фильм смотрела. Мельком. Какой-то богатый мужик. Девчонка избалованная. Дочка его. Попала в аварию. Из-за чего погибло двое. Четыре. Я уже не помню. Людей. И, короче, там свернули на врача. Мы, наверное, видели. Ну, я не о фильме. И там очень интересную фразу сказал этот богатый. Перед этим он, когда своей любовницей, она купалась в бассейне, он орал ей. Я бог! Я все имею! А я смотрю и вижу людей этого мира, думаю. И многие из них. Особенно те, которые на высоких постах. Я бог! Я все имею! Но внутри-то они понимают, что это не так. Правда же? И потом, когда проходит время, и его зажали со всех сторон, он своей дочке говорит. Дочка говорит, па, ну тебе же все возможно, у тебя так много денег. Чего тебе волноваться? Он говорит. Разве в богатстве счастье? Ну, не так он как-то сказал. Он говорит, дочка, я имею все. Но внутри сплошная пустота. Понимаете? Сплошная пустота. И видно, что этот человек, нет в нем ни удовлетворения, нет в нем ни счастья. Почему? А счастье есть только в мире со Христом. Только в мире со Христом. Поэтому вам не надо завидовать людям, которые ездят на крутых Мерседесах. Оставьте. Оставьте, не завидуй. Я через это тоже проходила, как и вы. Меня любопытство даже понесло. Я рассказывала в семинаре на этот богатый участок. Помните, вот там у нас там беднякский поселок есть. Я не знаю, какой этот район. Демьяна Бедного. Мне любопытство туда потянуло. Я села на машину с офиса, ехала. Думаю, заеду хоть поинтересуюсь. Спасибо, Миша. Заеду хоть поинтересуюсь и посмотрю. Думаю, ну как же люди эти живут? Ездила, ездила, ездила. Так внимательно пыталась изучить, что же там за этими большими, толстыми, высокими, страшными заборами. Ничего не увидела. Все сокрыто, все спрятано. Даже дохлая собака не бегает по улице. Не говоря уже там о детях, о соседях. Даже бомжей нет никого. Но я, в общем-то, все равно настолько была заинтригована, заинтригована хоть что-нибудь увидеть. Я просто запуталась. Я не смогла выехать с этого района. Я ездила, ездила, пыталась найти дорогу и не смогла. Думаю, дай-ка я спрошу. Я посигналила в одной из калиток и услышала такую брань в свой адрес, которую не слышала в жизни ни разу. Села на машину и сразу нашла выход. И когда я выехала оттуда, как вынырнула из ада. Знаете, выскочила наверх, там как-то наверх идет дорога. Я остановилась, выключила машину, села и думаю, что это было. И начала прокручивать, думаю, боже мой, люди настолько заполнены злобой. Почему? Они дрожат за вот этим богатством, которое так долго копили. А теперь, ну я же не похожа на бомжа, правда? Ну ладно, там бомж стоял бы, нищий какой-то выбирался. Можно было бы, ну нормальная женщина стоит. Чего орать-то? Таким матом непонятным вообще я не слышала такого в жизни. Я думаю, люди живут, но они несчастны. Несчастны, несчастны. Иногда мы просто забываем это, смотрим на вот эти красивые, внешнюю вот эту вот их красоту, да, там, макияжи, норковые шубки. И нам кажется, вот везет им, пластические операции, вот везет. Да это все брешь, ничего более. А внутри пустота. И с этой пустотой они уходят на тот свет. Как можно много, вот если вы смотрели, вот эти популярные артисты и тому подобное в нищете умирают, в психушках лежат. О них забывают. И думаю, господи, как хорошо, что ты есть у меня. Аллилуйя! Мир мой даю вам. Мир, который не может дать никто. Мир, который приходит прямо с неба. Мир от Иисуса Христа. Мир еще больше. Это частичка самого Иисуса, которая живет внутри нас. Вы понимаете? Это Он взял от себя, оторвал и вложил внутрь нас. Почему? Потому что мы творение Его, созданное по образу и подобию Божьему. Вы представляете? Мы часть Его. И внутри нас вложено вот этот стержень. Он просто долбил, бил верт. Вот, Саня, смотри сюда. Не смотри на Валю. Не смотри на папу. Не смотри ни на что. Смотри сюда. Внутрь. Внутрь. Смотри внутрь. Там мир. Там мир. Там этот стержень. Аллилуйя. Поверьте, если вы поверите в это. Не жена. Поверьте. Не взаимоотношения в семье. Хорошие. Не или плохие. Ничего не сможет вам дать это удовлетворение и счастье. Как в этот мир, который вы нашли с Богом. Внутри себя. Люди, когда они женаты, они думают, ой, сейчас женюсь. От счастья. От счастья. Женился. Нету счастья. Думаешь, господи, а что ж такое? Вот, сейчас куплю машину. От счастья. От счастья. Купил машину, ездишь. И не радости никакой. Что я не понял. О, сейчас я дом, дом. Надо дом. Господи. Дай дом, дом, дай. Дай дом. Бог дал дом. Купил. Живешь в доме. Такой классный дом. От счастья нет. Удовлетворения нет. Опять что-то надо находить. Искать. И люди. И знаете, дьявол за нас водит и говорит, давай, давай. А сейчас греби, греби. Давай. Норковую шубку. Давай, давай, давай. Бриллиантики. Давай. Греби, греби, греби. И ты гребешь, гребешь, гребешь. А потом смотришь, жить-то уже некогда. Понимаете? Это так живет этот мир. Но счастье есть в Иисусе Христе. У тебя может не быть дома. Может не быть машины. Но у тебя есть это счастье, которое называется миром Божьим. Я не говорю о том, что не нужно стремиться к земным благам. Надо. Это нормальные вещи. Но это не должно стать выше, чем вот этот мир, который внутри меня. С которым я хожу и Аллилуйя. Аллилуйя. Да какая разница упала. Ну спухнет нога. Ну беда. За то, которое у меня внутри мир, никто не заберет у меня. Он мой. Он мой. Аллилуйя. Величайшее сокровище. Так, хорошо. Мы много будем сегодня читать Библию. Я вообще думала, буду читать вам только одну Библию, а вы меняйтесь. Аллилуйя. И я взяла сегодня современного перевода Библию. Очень классный перевод. Очень хорошо написано. Итак, Матфея 11 глава. Давайте откроем вместе с вами. Вы читайте в своей, а я буду читать вам в своей. Тут под этими лампами так жарко. Так, поэтому выходите проповедовать, если вам холодно. Матфея 11 глава, 28 стих по 30. Придите все ко мне. Смотрите, в этой Библии так классно написано. Придите все ко мне, измученные тяжкою ношею. Алло. И все измученные тяжкою ношей сказали? Аминь. О, как много вас. А что ж не приходите к Иисусу? Нож это давит. А? Выход-то есть. Я дам вам отдых. Улет. Вы слышите? Да. Я дам вам отдых. Придите все ко мне, измученные тяжкою ношею. Тащил-тащил на себе. Тащил-тащил на себе своих ближних, своих соседей, своих родственников, своих должников или наоборот. Тащил-тащил на себе. А он говорит, придите ко мне. И я дам вам отдых. Наденьте на себя ярмо моих заповедей. И у меня учитесь. А здесь так круто, смотрите. Потому что я мягок. Скажите, мягкий. И все жесткие сказали. Правильно. За честность спасибо. Мы жесткие по натуре люди. Правда же? Особенно, когда проблемы, мягкости особо у нас не найдешь. Да? А он говорит, придите ко мне, потому что я мягок и кроток сердцем. И вы, наконец-то, отдохнете. Ведь заповеди мои просты. И ноша моя легкая. Ведь заповеди мои просты. А дьявол рисует. Это невозможно. Это невозможно. Заповеди. Любить. Любить людей. Любить людей. Да как их можно любить? Они как черти. Как их можно любить? Да я не могу даже свою мать любить. Она такая постоянно крыхтит. Постоянно недовольная. Постоянно все не так. Да как ее вообще можно любить? А Иисус говорит. Смотрите. Что делает вот это слово? Смотрите. Ведь заповеди мои просты. И ноша моя легка. Заповедь простая. Он сказал, люби ближнего своего. Это означает, эмоции свои все вот так собери в кучу, в пучок. Засунь подальше. И люби. И люби. Аллилуйя. Аллилуйя. Римлянам 12 глава. Классная Библия, да? Римлянам. Римлянам 12 глава. Она новая. Я аж прям жалко ее так теребить. 12 глава 16 стиха. Живите в полном согласии друг с другом. Давайте вместе скажем. Живите в полном согласии друг с другом. Как написано. Как написано. Не будьте заносчивы. Будьте в дружбе со всеми. И с простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны. Не будьте самодовольны. Никому не воздавайте злом за зло. Старайтесь сделать только то, что все люди считают добром. Ой, классно. А как у нас написано? Не мстите за себя, возлюбленные. Да? Это место. Мне здесь больше нравится. 17 стих. 17 стих. А нет, не 17. Да, 17. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми. Да, вообще. Да? Вообще у нас наш перевод несовершенный. Мы настолько уже в это убедились. Когда я обкладываю себя многими переводами, то я смотрю на этот тупо перевод и ничего в нем не понимаю тогда. И думаю, а вон что люди так плохо соображают. Ну, видать. Но тем не менее, этот перевод синодальный считается самым удачным из всех переводов. Ну, я, конечно, так не сказала. Но вот тут, смотрите, никому не воздавайте злом за зло. Старайтесь делать только то, что все люди считают добром. Вам не надо делать больше, чем мы считаем добром. То есть Иисус говорит, успокойтесь. Вам не надо вообще настолько пыжиться. Расслабьтесь. Расслабьтесь. Просто молчите и все. Там бурчат. Да просто пройдите мимо. Не напрягайтесь вообще. Не отвечайте вообще. Вы понимаете? Как мой муж говорит. Ты знаешь, у него есть такая вот... Не буду говорить. Говорит, вот до тех пор, пока ты реагируешь, мне вот хочется что-нибудь вот говорить. Как только ты перестаешь реагировать, мне уже неинтересно. Я разворачиваюсь и ухожу. Слышите? Так вот, сатана будет вас допекать до тех пор, пока вы реагируете. Будет он доставать. За живое. Потому что реакция есть. Знаете, ему так интересно. А-а-а. Не нравится? Сейчас я тебе пяточку кушу. А, кусь. А ты... Ай-яй-яй-яй. Да почему? Ну, бог, ну ты где? Почему ты... А, во-во-во. Давай, давай, родненький. Давай. Сейчас я тебе вторую пяточку. Щелк. Ой, господи. Да что ж такое? Уже и в больницу попал, и на костылях хожу. Господи. Ты шо? Забыл, что я есть. Господи. О, понравилось. Да, да. Я тебе сейчас за ручку еще. Хлоп. Понимаете? Потому что реакция есть. Вы уловлены. И дьяволу это нравится. Он говорит, хорошо, хорошо. Я буду доставать тебя до тех пор, пока ты реагируешь. Как только ты перестаешь реагировать, ему уже неинтересно. Да, с этим человеком каши не сваришь. Пошел-ка я к другому. Тот лучше реагирует. Вы видите или нет? Мир внутри нас. Мир, покой дающий. И мы перестаем реагировать на все, что происходит с нами. Или, вернее, болезненно мы перестаем реагировать на все, что происходит вокруг нас. Так или нет? Скажи соседу своему, ходи в мире. Когда мы читаем о мире, то мы видим, что в Библии так много говорится вообще о мире. Правда же? И почему? На это есть свои причины. Первое. Потому что мир – это и есть сущность самого Бога. Бог есть сам мир. Он не просто дающий мир. Бог есть источник мира. Он носитель мира. Это его сущность. Некоторые думают, что Бог – это только Бог такой, знаете, строгий, наказывающий. Да если бы Бог был строгий, наказывающий, взыскивающий, нас бы уже стерли давным-давно с лица земли. Нас бы уже здесь не было за наши проделки и за наше непослушание. Не правда ли? Ну, мы еще здесь. И причем мы нагло, нагло, я хочу подметить, нагло грешим, и ничего не происходит. И благодать на нас. Аминь? И благодать на нас. Как мне один человек говорит, а Бог любит меня. Я говорю, ты знаешь, где-то уже я попахивала это. Я от одного помазанника уже слышала, который чуть ли не ложился в постель с одной женщиной и кричал при этом, Бог любит меня. Я говорю, где-то я уже это слышала. Вы слышите, о чем я говорю? Бог любит меня. Конечно, он всех любит. Он даже грешников любит. Это же не означает, что если Бог любит меня, я должен жить как черт. Никакая связь. Бог любит меня. Да, я по благодати хожу. Понятно? Благодать дана нам, чтобы мы просто приходили к Богу без осуждения. Правда же? Но жизнь-то должна изменяться. Вы же не отделите одно от другого. Да, твои поступки не могут забрать дар, который Бог дал тебе. Дар исцелять, дар еще какой-то. Да, твои грехи не заберут. И Бог не заберет назад этот дар, потому что Бог дал, назад не забирает дары. Но это же не означает, что ты должен сесть на дары и жить как черт. Нет. Аминь. Все стоит на своих местах. И Бог, Он есть сущность. Мир, это Его сущность. Он носитель мира. Если Бог носитель мира, а мы в нем. Скажи, я во Христе Иисусе. Вы во Христе Иисусе? Я во Христе Иисусе. И если Иисус Христос носитель мира, то значит я носитель мира. Я не носитель. Знаете, есть люди такие, которые для них раздоры, это просто как пища. Они так и выискивают такую ситуацию, где бы просто поспорить. Хотя бы поспорить чуть-чуть. Вот просто как зануды. Знаете, они зацепятся на любую зацепку. Нет, чтобы просто сделать вид, что ты не обратил внимания или ты не увидел. Мудрые люди. Мне очень понравилось. В семинарии Федор Федорович заметил такую очень важную вещь. Говорит, умные люди, это те люди, которые скромны. А дурные люди, это те люди, которые самонадеянные. Вы со мной? Самонадеянность. Многие люди могут самонадеянность путать с верой. И некоторые думают, что они прут верой, когда там прут самонадеянные. Когда они там самонадеянные. То есть просто знают, что все, я в Боге могу, и прут как танки. Нет, это глупые люди, это недалекие люди. Поэтому Бог, когда приходит, Он дает мир. Когда ты внутри себя имеешь мир, не эмоции. Знаете, когда что-то происходит, сразу поднимается буря эмоций. Внутри меня. Вот здесь как раз. Посмотри на мир, который там. Когда я Саше подложила этот микрофон. Внутри. Сразу, как только эмоции начинают тебя заплескать. И ты смотри на мир. И пузырь сдувается. Все хорошо. Прекрасная я, Маркиза. Все хорошо. Все хорошо. Аллилуйя, ты говоришь. Успокойся. 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 Сейчас это все пройдет. Успокойся. Нет, не сегодня. Завтра буря пройдет. Пожалей хотя бы самого себя. Если уж на то пошло. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте посмотрим дальше. Римлянам 15 глава 33 стихом. Библия говорит. Пусть Бог. Я говорю. Мир это сущность самого Бога. И Римлянам 15.33. Библия говорит. Пусть Бог. Источник мира. Будет со всеми вами. Скажи. Бог мой источник мира. Бог источник мира. Бог источник мира. Бог источник мира. Это означает, что вне его мира. Если он есть источник, то вне Бога, вне Иисуса мира нет. 2 Коринфянам 13 глава 11 стих. Писание говорит. И на прощание братья, Павел говорит, говорю. Радуйтесь. Это опять я вам все читаю в современном вот этом переводе. Радуйтесь. Исправляйтесь. Исполняйте то, о чем я вас просил. Будьте во всем согласны. Живите в мире. И Бог источник любви и мира будет с вами. Снова. Бог есть источник любви и мира. Вместе. Бог есть источник любви и мира. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог источник любви. Скажите, Бог источник любви. Ты говоришь, не могу любить этого человека. Бог источник любви. Не могу все равно любить. Бог источник любви. Не могу, ненавижу. Бог источник любви. Как я одному человеку сказала, интересно. Какому Богу ты, говорю, там поклонялся? В полдня. Какому Богу поклонялся? Вышел злой, как черт. Какому Богу ты служил? Люди приходят ко мне по семейным вопросам, на собеседование. И они рассказывают. Мы не можем, мы не можем найти общего языка. У нас такие проблемы. У нас то, 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 то. Я говорю, вы к Богу шли? Да, мы дома молимся. Мы постимся. Мы Библию читаем каждое утро. И у меня несварение в голове. Как можно поклоняться Богу? Молиться ему. Искать его. И ненавидеть друг друга. А, алё, как это возможно? Это возможно? Оказывается, возможно. Я говорю, а какому Богу вы дома поклоняетесь? Интересно. Как можно, говорю, поклоняться Богу и ненавидеть жену? Как можно сегодня поклоняться Богу и не терпеть просто сына своего? Как, 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 как? Как? Объясните мне, тупой, как это возможно? Поклоняться Богу и ненавидеть просто живьём съедать рядом сидящего? Чтоб ты сдох. Как это возможно? Как возможно приходить в церковь поклоняться Богу и ненавидеть ближнего своего? Я не пойму вообще. Как? Я помню, сколько раз мне приходилось, когда Бог испытывал меня во многих моментах. Я говорю вам, не просто сочиняю какие-то истории. Если бы вы прошли тот путь, через который пришлось пройти мне, так вы точно так бы стояли сегодня здесь и учили. Мне прежде, чем выходить на собрание, я уже, наверное, рассказывала, и вести прославление, у меня столько скандалов было дома. Я уже думаю, Господи, зачем я вообще в церковь хожу? Как только собрание, у нас скандал. Как только собрание, у нас скандал. И на ровной месте. Как только идти в церковь, мы скандалим. Да что такое в конце концов? Да когда это закончится? И каждый раз, если бы вы просто пришли после скандала и сидели в зале, это одна вещь. А мне надо выходить на сцену, всех вдохновить и сказать, Иисус, Господь, думаю, я врать не умею. Как я буду говорить? Он радость моя. Как я могу говорить радость, если мне сейчас хочется убежать просто, закрыться, провалиться сквозь землю? Какая радость может быть? Вообще сейчас, в данный момент. И ты стоишь как вот, знаете, на двух островах и думаешь, Господи, куда? А выхода нет тебе, надо идти. Пастор говорит, Галина, что ты хочешь? Говорит, давай прославление начинать. И ты, не, ну он же неправильно поступил дома. Ну я же просила. Ну он же. И ты забываешь, что он же или оно же неправильно поступило. Ты просто выходишь и говоришь, прости, дорогой. Прости, я виновата. Прости. Да, да, прощаю, это ты меня прости. Да нет, это ты меня прости. Да не, 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 это ты меня прости. Это я виновата. Да нет, я говорю, прости. Хорошо, хорошо, прощаю. И ты выходишь, и тогда у тебя есть дерзновение кричать, Аллилуйя, Иисус Господь! Не понимаю, как люди приходят в церковь, поклоняются дома, не разговаривают с мужем, с женой. Я не понимаю. Чего-то я не понимаю. Как это возможно? Как это возможно? Мать не разговаривает с сыном, сын не разговаривает с матерью. Приходят, поклоняются Богу. И вам нравится это? И он слышит? И вы переживаете его присутствие? Они говорят, да! Я говорю, тогда унесите меня в психушку. Я ничего не понимаю. Я говорю, или вы врете. Я не знаю, зачем вы врете, говорю. Вы там давно на приеме и не были-то у него. Какой Бог у вас тогда? Бог мира. Сущность его. Бог мира. И поэтому, если он Бог мира, он дающий мир. И когда я общаюсь с Богом, я прихожу, могу прийти к нему как черт, да? Могу вся издерганная прийти, злая там и тому подобное, обиженная. И еще с какими-то своими глупыми эмоциями. Я прихожу к нему и говорю, Бог, прости меня. Но ты выходишь оттуда, тебе просто паришь. Ты выходишь, тебе не хочется вообще даже ни с кем разговаривать, потому чтобы не запачкаться. Ты выходишь, думаешь, Господи, как круто. Кажется, что ты самый святой человек в мире. Ты общался с самым лучшим идеалом в твоей жизни. И ты сам выходишь освященный. Алло, вы со мной? Да. Как можно общаться с Богом и оставаться таким же ужасным? Как можно общаться с Богом и опять оставаться на том же месте? Я не понимаю. Тут на меня скучно спорю. Если мы с Богом, жизнь другая. Если мы с Ним, жизнь другая, значит, там его не было. Я говорю, если вас разделило что-то, да, если Бог за мир, значит, есть кто-то, кто будет против мира. И этот кто-то, как его зовут? Дьявол. Дьявол. Значит, он будет работать и настраивать против. Потому что дьявол делает все против того, что делает Бог. И он будет всячески стараться, чтобы забрать у нас мир и посеять что? Раздор. И что сделать? Разделить. Разделить семьи. Разделить отца с сыном. Разделить. Все, что он будет делать, разделить. Для чего? Потому что, когда мы вместе, мы сильны. А когда мы порознь... Аллилуйя. Второе. Мир – это благословение от Бога для всех его последователей. Скажи, я последователь самого Господа. И поэтому мир принадлежит мне. Галатам 6 глава. Вы там время мне скажите-ка, а то я без часов. Когда уже будет пора уходить. А то я тут буду стоять весь день. Галатам 6 глава. Давайте посмотрим с вами с 15 стиха. Скажи, Иисус есть мой мир. Я в нем. Делайте это. Ну, вы как неживые. А ну-ка, еще раз скажите. Иисус мой мир. Иисус мой мир. О, вот теперь верится. Скажи, я в нем. Я в нем. Вы Иисусе Христе. Вы Иисусе Христе. Значит, имею мир. Значит, имею мир. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, Галатам 6 глава. 15 стихи. 15-16. Ведь не важно, обрезан ты или нет. Важно одно. Стал ли ты новым творением Божьим. Не важно, какой ты. Еврей ты, грузин, армян. Не важно. Важно только одно. Стал ли ты новым творением Божьим или нет. И дальше 16 стихи. Мир и милость тем, кто последует этому правилу. И им, и всему Израилю Божьему. Скажите, мир и милость. Для последователей. Я познал мир и милость. Потому что я последователь. Только одно, что вы поверите, что внутри вас есть мир, уже изменит вашу жизнь. Поверьте. Только одно, что я увидела, что внутри меня, я просто это увидела, что внутри меня есть этот мир, это все изменило вокруг. Я увидела, что я сильный человек, и мне все равно. Вы слышите? Только одно. Есть мир. Я не собираюсь ни с кем спорить ни о чем. И не собираюсь никому ничего доказывать. Даже самой себе. Я не пытаюсь кому-то как-то переубедить, когда Бог открыл, что внутри меня есть этот мир, это все. Это все. Вот это и есть главное. Вам надо поверить, что внутри вас есть этот мир. Держитесь его. Держитесь его. Скажи, Иисус, открой вот этот внутренний мир, который есть внутри меня. Открой мне его. Открыть это. Знаете, я могу вам много рассказывать сейчас о мире. Я могу много вам примеров приводить. Но это все не то. Это просто проповедь. Но когда Бог сам тебе открывает, и ты начинаешь видеть невидимыми глазами, внутри себя уже ничего не может закрыть. Ничто не сможет закрыть. И когда ты стоишь на этом твердом основании, все. Все. Ты победитель. Ты победитель. Ты победитель. Что бы ни произошло, ты победитель. Аллилуйя. Церковь будет большая. Аллилуйя. И что дьявол? Пусть говорит. Числа. Откройте. Шестую главу. Это не просто слова веры. Я просто знаю. Поэтому мы по четвергам начинаем. Я хочу начать новую программу по четвергам. Хочу. Пока не знаю, начну или нет, но хочу. Хочу начать учить всех партнеров душепопечительской работе. Потому что каждый христианин есть душепопечитель. И Бог просто положил в мое сердце начать это делать. Просто практически. Возможно, мы будем брать какие-то ситуации жизненные. А может быть, ситуации списания, и мы будем практически с вами сидеть. Я хочу сделать это занятие более практическими, чтобы вы чего-то научились. Не теоретическими только, но и практическими. Поэтому прошу вас приходить, если вы партнеры по четвергам. Мы будем учиться работать с людьми. Потому что мы будем расти. Нам нужны бабки-повитухи. Нам нужны няньки, которые будут наших новеньких детей памперсами одевать. Пеленки, распашонки. Потому что мы будем расти. Аллилуйя. Итак, числа 6 глава, 24 стих. Да благословит тебя Господь. Вы все это знаете, да? Да благословит тебя Господь, и да сохранит Он тебя. Да будет светил Его взор. Да будет светил Его взор, обращенный к тебе. И да будет Он к тебе милостив. Да обратит к тебе Господь лицо свое, и да пошлет тебе мир. Мир. Восклицательный знак. Бэмс. Как отпечаток. Мир. Да пошлет мир. Потому что мир это все. Не так ли? Мир это все. Если в сердце есть мир, и нервные клетки восстанавливаются, и все там на месте. Понимаете? В сердце есть мир. Тогда ты не нервничаешься, не злишься. Ты смотришь на людей другими глазами. Почему? Внутри есть мир. Мир от Бога. И Он говорит, да благословит тебя Господь. Мир тебе в сердце твое. Аллилуйя. Скажи, принимаю. Принимаю. Аллилуйя. Следующее. Псалом 28, 11 стих. Писание говорит, Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Господь благословит народ свой миром. Мы есть его народ. Значит, это благословение есть в нас. Мы имеем мир. Скажем, мир во мне. Мир во мне. Третье. Бог повелевает нам постоянно стремиться к миру. И причем не только стремиться, а добиваться. Давайте прочитаем Псалом 33 из 12 стиха. Псалом 33. Надо торопиться. Вы получаете что-то или нет? Псалом 33, 12. Подойдите, дети, и слушайте меня, и научу вас, Господа, чтить. Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни? Я. Кто? Я. Молодцы. Пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро. Ищет мира и стремится. У нас написано как? Следует. А здесь написано и стремится к нему. Всеми силами своими стремиться к миру. Ты можешь, может быть, еще его и не иметь, но ты стремишься к миру. Может быть, ты скандалишь со своими ближними, но ты все равно ведешь к миру. Вы слышите меня? Может быть, сегодня у тебя трудная ситуация, в суд подал или еще что-нибудь, но все равно ты стремишься, ты знаешь, что ты все равно придешь к миру. Ты никуда не денешься, ты все равно будешь идти к нему. И Писание говорит, эти люди будут благословлены, которые стремятся к миру, не к раздору. Я докажу свою правоту, все равно докажу. Нет, я была права, это ты была не права, я все равно докажу. Нет, не к правоте, написано в Библии. А если вы будете стремиться к миру? К миру. Следующее место. Римлянам 14, 19. Мы должны стремиться к тому, что несет нам мир и взаимную поддержку. 1 Коринфянам 7, глава 15, стихом 2, часть. Бог призвал нас к миру. Скажи, Бог призвал нас к миру. Толкни соседа и скажи, Бог призвал тебя к миру. Колоссянам 3, главу давайте откроем. Аллилуйя. Мне это нравится. Будем жить в мире, правда? В миру, но в мире. Так, Колоссянам 3, глава. Это Библия, сложно ее листать, она прилипает. 3, глава с 12 стиха. Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту. А как у нас там написано? И так облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные, милосердие, благость, смиренно мудрее. Облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость. Долготерпение, раз вы избранники Бога, его святой и любимый народ. Если вы его избранный народ, тогда облекитесь. Вот все то, о чем там написано. И дальше написано 13 стих. Переносите терпеливо. Классно. Переносите терпеливо друг друга. И прощайте. Толкни соседа, скажи. Бог говорит тебе переносить меня, те с терпением. Понял? Переносите терпеливо друг друга. И прощайте, если кто на кого в обиде. Алло! Обид на обиде. Если кто на кого в обиде, что нужно сделать? Прощать! Алло! Мне говорят, ой, если бы вы, Галина, только знали, сколько о вас люди говорят, такие вещи о вас говорят. Я говорю, пху на тебя. Да пусть говорят. А я, говорю, ничего не слышу. Почему? А я сплетницей никогда не была. И мне все равно, что обо мне говорят. Говорят только те. Вернее, говорят только о том, о ком. А кто на возвышенности? Ну, пускай говорят. Кого видно, правда? Да пусть говорят. Мне от этого ни холодно, ни горячо. Да какая мне разница? Мне важно, что обо мне. А Господь меня любит, и Он меня радостью как наполнит. Я хохочу с Ним по два часа. Он, Маргарита, свидетель. А это самое главное. Да какая мне разница, что обо мне говорят? Пускай говорят. А мы перед этим читали, чтобы вы закрыли рты. И кто-нибудь сказал? Как и Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связывает. И всем управляет и ведет к совершенству. Слышите? Любовь. Она все связывает. Ведет к совершенству. И всем управляет. Хотите управлять своим мужем? Любите. Хотите управлять своей женой? Любите. Вы слышите? Она всем управляет. Она все связывает. Она направляет нас к совершенству. И 13 стих. Пусть мир Христов направляет ваши сердца. Ведь Бог вас призвал и соединил в одно тело. В одно тело ради этого мира. Возьмите за руки с соседом и скажите, Бог нас соединил в одно тело. Не ради вражды. Не ради ссор. Не ради доказательств. А ради мира. Поэтому скажи своему соседу, давай будем переносить друг друга с терпением. Аллилуйя. Евреям 12 глава 14 стих. Вообще потрясающее место. Оно звучит в этой Библии потрясающе. И там написано. Добивайтесь мира со всеми людьми и святой жизни. Без них никто не увидит Господа. Библия говорит, добивайтесь мира. Слышите? Добивайтесь мира. Вы видите, что Библия делает все наоборот? Видите? Наша гордость говорит, надо доказать. Как это так? Я должен добиться. Я должен добиться. А Библия говорит, добивайся мира. Любыми путями добивайся мира. Только мира. Так что теперь? Не надо даже справедливости. Нет. Я не сказала, что не надо справедливости. Ты можешь доказывать справедливость свою. Но с тем, как я тебе здесь прочитала. Аминь. Но при этом ты должен быть в любви. И кто-нибудь сказал? Аллилуйя. Не в том, чтобы доказать, что кто-то там хороший. То есть, вернее, ты хороший, а кто-то плохой. Нет. Не в этом суть. А в любви. В любви. В терпении. Я часто просила в Бога молодой еще, начиная. Молитесь точно так моей молитвой. Господи, говорю, дай мне долго терпения. Терпения не давай. Долго терпения давай. И Бог мне дал долго терпения. Мой муж привозит меня в больницу. Представляете? Нога у меня раздулась. Болит. Возле кабинета ни одного сидения. Вы представляете? Я на одной ноге вот так стою. Он пошел платить за это, за снимки. И на одной ноге стою вот это вот с костылем. И внутри меня. Господи, что за клиника? Это же ужас. Сидит травматолог. Вы представляете? Туда же только травмированных привозят. И ни одного сидения. Я сижу утопия. И у меня бы, вот знаете, ну думаю, аж если продолжить сейчас ковыряться в мозгах, можно было просто разразиться и зайти и доктору, ну, сказать пару ласковых. Чтоб он понял мою ситуацию. Вошел в мою ситуацию. Я стою на одной, как курица. Ир мир во Христе имею, мир во Христе имею, он бог богов. Притулилась к стене, холодной, холодной. И он живет во мне. Сначала это было так, мир во Христе имею. А потом ничего. Встала, думаю, че. Да пусть им будет плохо. Че я должна нервничать? Постою прям. Че, инвалид что ли? Я еще э-э-э. Стою так, прыгаю. Мой говорит, ты гляди какая. Ты че? А-а-а, у меня еще о-о-о. Я еще бегаю. Прыг-прыг на одной ноге в кабинет. А доктор так смотрит. А что с вами? А там мурлок какой-то сидит такой. Я на него смотрю, думаю, доктор. Села. Хоть бы сказал, садитесь там. Что случилось? Я говорю, здравствуйте. И даже не поворачивается. Думаю, ну ты молчишь, и я буду молчать. Я села и сижу. Мир во Христе милый. Он так посмотрел. Ну че сидите? Я говорю, а что надо делать? Плясать? Ну че с вами? Я говорю, ну так задавайте вопросы. Я буду отвечать. А, что случилось? Я говорю, упала. Очнулась, гибель. А где болит? Я говорю, ну вот нога болит. Подошел. Я говорю, доктор, ну скажите, положить вам ее кверху или что сделать? Че молчите? Думаю, достал уже, думаю. Ну давай. Надавил там, на рентген. Ну, да там, ну сказали, я и так знаю, что на рентген. Поковыляла на рентген. Пришла. И вот, вот это муму, знаете, опять. Я говорю, я в кабинет не пойду, Сережа, иди с муму разговаривай сам. И он пошел. Выходит весь. Да их всех. А я стою, верите, мир внутри. Тот бы уже всех перестрелял бы, наверное. Единственное, что говорю, господи, сохрани меня, чтобы я сюда еще раз попала. Это только одна нервотрепка попасть в нашу больницу. И выхожу. А, говорю, дай мне, я пойду в машину. Он пошел в аптеку там за растиркой. Говорю, дай я пойду в машину ключ дать. И я так прям выпрыгнула. И так это, и на меня все так смотрят, и вроде больная. А я здоровая. И поймут, здоровая я или больная. Эмоции на месте, я не плачу. На лице улыбка. Я ей пою. Села, прыгнула в машину и сижу. И они так на меня все смотрят. А я мне внутри думаю, господи, как хорошо иметь твой мир, который внутри. Люди все нервничают, злятся, нервы свои портят, тратят, ругаются. Сейчас бы, думаю, если бы это было два года назад, я бы, наверное, уже и жалобу... А если бы мой муж так вообще, наверное, и жалобу написал, накатал, и письма бы написал. Он у меня любитель такой по этому был раньше. Был, был в прошлом. Ну, думаю, уже бы закрутили вы это, по-любому бы закрутили. Уже как-нибудь, ну, надо, чтобы за нас, ну, надо же было постоять за себя. А здесь мир, полный мир. И мы пришли домой, а мой говорит, родненькая, ты так терпеливо. Я вообще, я поражен. Какая ты у меня умница. Я поражен. А я говорю, да я вообще сама поражена. Вы понимаете, для того, чтобы надо было пережить вот этот мир внутри, понять, что он есть, надо было и ногу подвихнуть, надо было и шлепнуться, надо было и с мужем поругаться, надо было еще кое-что сделать, не скажу, чтобы просто увидеть, что внутри тебя есть мир. Вы слышите? Который вообще, я не знаю, я не знаю, чем можно заплатить за этот мир. Нет, сокровищ, которые можно было бы заплатить за этот мир, который внутри. Нет, ничего не может сравниться. Я сижу вчера вечером, просто вот плачу от удовлетворения. Говорю, господи, спасибо тебе. На самом деле, этот мир ни с чем не можно сравнить. Ни с чем. Мир во Христе имею. Скажи, мир во Христе имею. Аллилуйя. Добивайтесь мира. Скажись, добивайся мира. Со всеми. Поверни соседу, скажи, добивайся мира. Со всеми. Перестань слушать себя, перестань слушать дьявола. Добивайся мира. Стремись к нему. Беги к нему. Делай все, что угодно. Плати любые цены, чтобы только иметь мир с Богом. Аллилуйя. Матфея 5 глава, 9 стих. Блаженны те, кто добиваются мира. Круто. Блаженны те, кто добиваются мира. Если взять слово блаженны, то в словаре написано блаженны, это самое великое счастье. Блаженны, это означает быть самым счастливым человеком. Раньше я пропадала, говорила, что нигде в Библии нет слова, что мы счастливые, да? В Боге мы счастливые. А я нашла. Когда посмотрела в переводах, то я увидела, что блаженство или блажен. Блаженны нищие духом, да? Иисус говорит. Блаженны, когда вас гонят. А это написано, переводится как счастье. Вы счастливы. Вы счастливы. Вы счастливы. Скажи, есть счастье. Есть счастье. И оно в Иисусе Христе. И оно в Иисусе Христе. Блажен. Скажи, блажен тот, кто добивается мира. И Бог назовет его своим сыном. Круто. Иакова 3 глава 18 стих. А те, кто созидают мир вокруг себя, мир насеют, чтобы потом пожать плод праведности. Аллилуйя. Те, те, кто созидают вокруг себя мир. Господи, я еще больше буду работать, чтобы вокруг меня был мир. Я вообще миролюбивый человек. Не знаю, как вы. Я же выросла в христианской семье. И у нас не было такого, чтобы мы там скандалы там. Да, когда я росла маленькая, то мы с братом моим так дрались, что я думала, что им никогда мира не будет между нами. А когда я выросла, я была миролюбивая. Со мной даже трудно было хоть кому-то поругаться, если честно. Я даже иногда хотела поругаться с одним парнем, чтобы просто он отцепился от меня. И даже не знала, где найти предлог, чтобы как-то с ним поругаться. И я придумала, что я жду парня с армии. Он говорит, ну ладно, извини меня. Думаю, нет, я сказала, поскандалить. Ну ладно, извини. Опять не получилось. То есть, а есть люди, которые в любой момент они ищут, чтобы поскандалить. Вы знаете, да? Есть же такие. Если ты такой, тебе надо удаляться от этого. Освободись от этого. Получи Божий мир. Получи Божий мир. Скажи, Божий мир. Внутри меня. Удаляйся от зла. Удаляйся от скандалов. Просто убегай. Как от заразы. Как от лихорадки. Просто убегай. Как только видишь, что там что-то начинает. Убегай. Просто беги. Это не твое. Вот просто разворачивайся. Если ты видишь, что дома начинается кутерьма, вы сидите за столом. И вдруг назревает скандал. Просто развернись и уйди. Просто развернись, молча уйди. И скажи, Иисус, 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 я тебя люблю. Иисус, я тебя люблю. Мир, 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 мир. Мир, мир. И через пять минут вернешься, все будет по-другому. Аллилуйя. Это и есть мудрость от Бога. Это и есть старайтесь сохранять мир. Старайтесь сохранять мир. Нет, люби меня такую, как я есть. Так зачем ты нужен, паразит? Иди сам себя люби. Зачем ты мне сдался такой? Иди, исправляйся. Вы слышите, о чем я говорю? Иди, исправляйся. Я развернусь и пойду. Аллилуйя. Иисус на моей стороне. А ты там мучайся. Почему? Я читала, исправляйтесь, написано. Значит, исправляйтесь. И имейте мир. Аллилуйя. Уже время, наверное, да? Да? Четвертый. Божий завет основан на мире. Пятый. Библия учит нас, как последователей, использовать мир Божий. Я не дошла до того места. И, наверное, уже не дойду. Но жаль, конечно. Может быть, Господь даст. Мы еще встретимся на этой сцене. Итак, Библия учит своих последователей использовать мир. Мир на еврейском, на еврите звучит шалом. Вы это знаете уже, да? Шалом тебе. И когда вы читаете все послания, то в основном Павел и в начале, и в конце, он говорит, мир вам, мир мой, мир вам. И он говорит, когда вы входите в дома какие-то там, кому-то, говорите, мир вам. И некоторые люди просто заходят в дом, взяли. Меня христиане, если честно, иногда так удивляют. Ухватятся за какую-то истину из Библии. Из контекста вырвут это, ничего не понимая. И ходят, бросаются, швыряются. Как один подходит ко мне, человек здоровается там. Подходит. Мир тебе, сестра. Я встала и стою, думаю, что ему ответить, даже не знаю. Ну вот когда тебе подходят, да, на конференции, говорят, мир тебе, сестра. Что отвечать? А я ему говорю, здрасте. Он так лицо вытягивается. Так нерелигиозно. Или опять подходит, мир тебе, сестра. Привет, говорю. Думаю, что я? Ну какая разница, скажу я, мир? Или я захожу в дом и говорю, добрый вечер. Или я зайду, могу сказать, шалом. Или мир тебе. Нет. Ты должна, когда заходишь в дом, говорить, мир тебе. И только мир тебе. А еще больше. Я помню, молодая еще была, да? И еду в автобусе. И бабушка заходит. С другой стороны в автобус. И увидела меня, что я впереди стою за порчень держусь. Она кричит, сестричка, мир тебе. Я поворачиваюсь, думаю, да, была бы ты рядом, бабуля. И с я. Бабка какая-то стоит, и мне говорит, сестричка, мир тебе. Думаю, господи, ну вот это надо, вот это вот. Или с этими тазиками. Написал Иисус в одном месте только, дал место, что он показал пример, ноги омыл. Ходят, гремят этими тазами. И до сегодняшнего дня и спорят, надо мыть ноги или не надо мыть ноги. Ужас. Нет, чтобы идти людей спасать. Они никак не могут поделить тазы. Надо это делать или не надо? Мыть или не мыть? Я их искренне люблю. Но не в тазах-то ведь дело. И не в омывании вообще дело-то. Иисус хотел показать, что он слуга, он служит. Причем здесь тазики с водой. И люди настолько делают все. Люди любят религию, понимаете? Им нравятся какие-то рамки. Люди любят ходить по одному колу. Шаг туда, шаг сюда. Понимаете? Ну, люди не... Ну, Бог хочет, чтобы мы имели здравомыслие. Здравый ум. Аллилуйя. Без всяких фарисейской закваски. Здравый разум. Аллилуйя. Аллилуйя. Мир. 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 И ты стоишь, и ты обоводят. Заходят. Мир. К маме сейчас приходят, проведают. Заходят, дверь открывают. Мир. Мир вам, сестра дорогая. Я говорю, здрасте. Не здрасте надо говорить. Как бабушка моя дала мне конфету. А я ей говорю, о, бабуль, спасибо она. Нельзя говорить спасибо. Я говорю, а что? Ты знаешь, что такое слово спасибо? Я говорю, не, не знаю. Там спаси-бо. Я говорю, ну, так наоборот, спаси-бог. Не, не спаси-бог. А спаси-бо. А бо, это означает сатана. Я говорю, бабуль, ты что, поехала? Я говорю, ты что? С чего ты взяла? Это же надо так докопаться, додуматься. От высокой мудрости. А я говорю, а как надо говорить? Благодарю. Благодарю. Надо говорить, благодарю. Я говорю, три рада поклониться раза, да? Благодарю. 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 И еще 40, 37 раз благодарю. Люди забубонные. Они что-то делают из Библии, какое-то юродство, верят в это. И заставляют еще других этому верить. Иисус настолько прост. Настолько прост. Настолько прост. А люди из него делают непонятно чего. Итак, шалом. Скажите, шалом. Шалом. Это не означает, что вы вдоль и поперек должны всем кричать шалом. Едешь в машине и кричишь, эй, шалом! Ну и ходи со своим шаломом. Ну кто знает, что тут все евреи живут или что? Ну для евреев это шалом. А для меня, привет, как дела? По-украински сказал, шалом. А, шалом. По-украински. То есть шалом. Это и приветствие. Это не означает, что теперь все кричать должны шалом. Аминь. Аминь. Мир внутри. Скажи, мир внутри. Что пользуешься, что вы заходите в дом и говорите, мир тебе, дорогая сестра. О, какой у нее дом. Вот это да. Ну и что тебе помог этот мир? Ты мир принес мне в дом? Да какой же это мир? Зависть принесла мне, а потом я изгоняю ее из своего дома. Не знаю, как выгнать. Потому что карусели после твоего прихода начинаются в доме. Вы понимаете, что я говорю, да? Мир, это значит мир. Мир, это значит и в голове мир, и в сердце мир, и в пузе мир, и везде мир. Ты приходишь, и ты в согласии. Ты даешь мир, ты благословляешь миром. Мир, значит, мир. Мир, это не означает, тут в голове не мир, тут уже что творится на языке мир. Нет такого. Поэтому люди и спорят дома, ругаются, приходят и поклоняются Богу. Почему? Потому что языком поклоняются Богу, а внутри и в голове они одержимы дьяволом. Вы со мной или нет? Разделились сами внутри себя. А Бог хочет, мы не дошли до этого места, уже нет времени. А Бог хочет, самое трудное, это найти мир самим собою. Вы слышите меня? Многие люди никак не могут найти мир в самом себе. Они не могут примириться с самим собою. Они спорят, противоречат, просто с самим собой дерутся дома. И вот это самое главное. Бог хочет, чтобы мы с самим собою примирились. Но это уже в следующий раз. Аллилуйя.